Сегодня в Наринмаре состоялась внеочередная сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа. В ее рамках парламентарии обсудили федеральный закон о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. Речь шла о поправках в Конституцию Российской Федерации. Подробности в следующем сюжете. Пакет поправок Конституции Российской Федерации был внесен в Госдуму 20 января текущего года президентом России Владимиром Путиным, после чего они прошли широкое общественное обсуждение. Накануне закона о поправках в Конституцию Российской Федерации был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, который направил документ в региональные ЗАГС собрания. Представленным законом предусматривается, что предлагаемые изменения в Конституцию подлежат вынесению на общероссийское голосование. Представленный закон вступает в силу после его одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. За исключением статей 1 и 2, которые вступают в силу в особом порядке. В соответствии с регламентом Совета Федерации, закон о поправке Конституции считается одобренным законодательным органом, государственной власти субъекта, если этот орган одобрил ее в целом, без предложений о внесении в него изменений и дополнений. Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года после распада Советского Союза и признания суверенитета России. С тех пор прошло более четверти века. Как отметил вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов, принятие поправок в действующую Конституцию давно назрело. Эти нововведения лично мне очень нравятся. Я за них безоговорочно проголосую. Также я изучил все поправки. Я надеюсь, что я все поправки изучил, потому что их колоссальное количество. 15 ключевых, а дальше они разворачиваются в каждой статье в дополнительном упоминании. Например, одно из нововведений теперь члены Совета Федерации будут называться сенаторами. То есть это понятие вводится в Конституцию. И оно повторяется, соответственно, количество поправок увеличивается. Очень много технических таких вещей. Требования к высшим должностным лицам страны. Это колоссальное движение вперед. Полностью его поддерживаю. Надеюсь, остальные граждане также это поддержат. Поправки к Конституции широко обсуждались и в Ненецком округе. На общественность Ненецкого автономного округа были подготовлены поправки, которые были внесены в рабочую группу. Они касались защиты на федеральном уровне языков коренных и малочисленных народов. И смысл этих поправок появился в проекте, который мы сегодня утвердили. Соответственно, в котором будет выставлено общероссийское голосование, где указывается, что языки всех народов, проживающих Российской Федерации, находятся под федеральной защитой и будут способствоваться их развитию и совершенствованию, и укреплению. Это позволит сохранить наши народы. Депутатский корпус на заседании внеочередной сессии присутствовал в полном составе. За одобрение закона Российской Федерации о совершенствовании и регулировании отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти проголосовало 16 депутатов. Воздержались трое представители фракции КПРФ. Мы, в целом, поддерживая те поправки, которые предусматривают социальные гарантии, тоже хотели заручиться поддержкой, что если индексация пенсии, то не ниже, чем рост цен. Вот это тоже принципиально. Мы поддерживаем в целом, что органы местного управления входят в структуру публичной власти Российской Федерации. Но в то же время мы не можем согласиться с теми поправки в статье 81 Конституции, которая предусматривает обнуление сроков президентских полномочий. На наш взгляд, пока Конституционный суд не даст правую оценку данной формулировки, мы сочтем нужным воздержаться от голосования. Окончательное решение о вступлении в силу поправок в Конституцию примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержит более половины граждан, принимавших участие в голосовании. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал Север.